Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, сына моего обижает мальчик-одноклассник. Не раз разговаривал с учительницей, она у нас неплохая, адекватная, но она говорит, что с любой матерью ученика может поговорить. Но эта мать очень агрессивна и в любой ситуации будет защищать своего сына. Говорит, что ей очень трудно с этой учительницей. Когда ее сын оскорблял моего сына, мой сын тоже его обругал. И это услышала она. Вот теперь она приступила к нам на слово, которое мой сын сказал. Все мамы ее боятся, учительница тоже. У меня есть диктофон, у меня есть запись на диктофон, как учительница говорит, что с любой мамой могла бы поговорить, но не с этой. Она очень самоуверенная женщина, а всегда, дабы защитить себя, нападает. Все мамы считают ее как-то авторитетом и около нее преклоняются. У нас на днях родительское собрание. Стоит ли идти мне на собрание или лучше мужа отправить, она может завуалировать и говорить о моем сыне, что некоторые оскорбляют, хотя ее сын бил два месяца подряд моего. Или если я не пойду, она поймет, как слабо с моей стороны. Если она будет на собрании, говорит некоторые кое-кто, как мне реагировать, кстати, спросить, кто конкретно, она имеет в виду или сидеть и молчать, зная, что это мой огород камня. Все родители знают о нашем конфликте, все поймут о ком она. Подскажите, пожалуйста, идти мне или мужу. Если мне, то как реагировать на намек в адрес моего сына? Честно говоря, как вот мне так показалось, что вы какое-то вообще чрезмерное значение этой ситуации продаете. Демонстрируя таким образом некую свою тревожность, может быть, демонстрируя таким образом какую-то свою боязливость, страх, неуверенность в себе, потому что исходить нужно, нужно, на мой взгляд, из того, чем это грозит. Ну, буквально. Вот буквально. Чем вам грозит то, что кто-то там, кому-то там чего-то не понравилось, да? Это, это первое. Второй момент. Второй момент заключается в том, что, в общем-то, ваш сын, пожалуй, сам должен решать свои проблемы. Учиться, по крайней мере. Родители, они вообще-то для того, чтобы поддерживать. Ну, поддерживать ребёнка, да? Поддерживать, значит, ну, своего... Сына в... том... что он делал. Но не решать его проблемы. Поэтому... Как бы... То, как вы вовлекаетесь во всё это... Ну... Если... У учительницы... Ой, у родителей есть что сказать... Вашему... Сыну... Лично... Ну, в вашем присутствии, пусть говорит. Если будет приходить... Граница... Вы можете сына защитить. Вот. Для чего вам идти на родительское собрание? Не понимаю. Ну, то есть, зачем? Как вас задевает эта ситуация? Тоже не совсем понимаю. Если вы беспокоитесь за сына... Ну... Наверное... В жизни ему предстоит столкнуться с куда более серьёзными... С серьёзными проблемами, чем... По... Которую вы описываете, вы... Так не думаете? Вы не думаете, что вашему сыну... Пришают более серьёзные проблемы? Не кажется ли вам, что... На этих проблемах... Ваш сын может научиться... Решать их сам? И... В этом смысле... Ему... Идеально подходит... Как раз таки... Ваш муж... Ваш муж... Как... Как мужчина... Вполне... Может... Научить вашего... Сына... Вести себя в этой ситуации... Корректно... Адекватно... Грубо говоря... Грубо... Грубо говоря... Грубо говоря... По... По-мышски... Вот... Так вы понимаете... Какая штука... По-мышски вести себя... А всё... Получается... Такой момент... Что... За... Вашего сына... Все... Решают... Вы понимаете? То есть... За него... За вашего сына... Впря... Впрягаются... Взрослые... Ну и... К чему это приведёт... По итогу... К чему... Куда... Это приведёт... Вашего... Сына... Сына... Опять же... Понимаете? Какая штука... Поэтому... Тут вот... В этом смы... В этом смысле... Далеко не всё... Так однозначно... Далеко не всё... Так очевидно... Если вы... Понимаете... Конечно... О чём идёт речь... И... Соответственно... Из этого нужно исходить... Полезно ли... Эм... Эм... Для... Для вашего... С... Эм... Эм... С... Сейчас... То, что происходит... Как вашему сыну это может помочь? Просто хочу сказать, что... Вы не свои проблемы решаете... Вообще-то... А... Проблема... Проблема ребёнка... И... На мой скромный взгляд... По моему скромному мнению... Это уже как будто бы давно перестало... Как будто бы уже давно перестало быть... Проблемой вашего сына... Вот... В этом беда... К сожалению... А вот... Ну... А решать вам... Как вы будете действовать... Только вы можете решить... Как вы будете поступать... Психологи... Не дают совет... Не дают совет... В этом смысле... Ну... Ну... Я думаю, что... Я думаю, что это правильно... Что мы не даем совет... Потому что... Если бы мы... Давали советы... То... Это была больше не психология... Я понимаю... Я понимаю... Я понимаю... Я понимаю... Что вы... Эээ... Вы возможно... Не знаете... Как вам... Себя вести... Лучше... Лучше... Ну... И в этом... Опять же... В этом... Поможет психолог... Вам... Именно... Психолог... Поможет... Разобраться... В том... Что вас волнует... В том... Что вас беспокоит... Разгрузить... Психо-эмоциональную сферу... Поможет... Психолог... Вот... Чтобы... Чтобы... Не наполнять... Эту справ... Тем... Чего в ней нет... И чтобы наоборот... Может быть... Признать... Те проблемы... Которые есть... Ну... Ну... Например... Проблемы ваши... Какие-то... Какие-то ваши проблемы... С ними поработать... Это важно... Ну... Вот... Поэтому... Давайте... Вот... Первое... Что сделаем... Да... Это... Разграничим... Разграничим... Где ваши проблемы... Именно ваши... А где вашего сына... Вот... Вот... Так... Я думаю... Я думаю... Что... Такой ответ... Примерно... Примерно... Вам можно дать... Сейчас... С точки зрения психологии... Пока вы... Не будете видеть... Как именно вы... Как... Как... Вот как... Именно вы... Вовлечены... В... Эту проблематику... Проблемы не решится... Пока вы будете... Пытаться... Решать... Стороннюю проблему... А сторонней проблемой... Является... Проблема сына... На... Фоне вашей... Ну... Вы... Будете пребывать... В таком состоянии... Вот... Если... Вы... Если вы... Чего-то боитесь... Да? Допу... Ну допустим... То есть... Если у вас есть... Вот... Какой-то страх... То... С... С... Само собой... Что с этим страхом... Ну... Нужно тоже работать... Потому что... Он... Ну... Совершенно очевидный... Так... Так просто не отпустят... Это... Совершенно очевидно... На этом все... Пожалуй... На этом все... Я надеюсь... Что... Вам это было... Полезно... Интересно... Я буду благодарен вам... За... За... Обратную связь... По... Моему... Ответу... Это... Позволит вам... Наше... Наше... Работу над собой... Наше... Работу над собой... Немного... Наше... Наше... Ну... Наше... Продолжение следует...